Всем привет, ребят! Меня зовут Юля Пушман и сегодня я снимаю AskPushman. В своем твиттере и в своем инстаграме я написала о том, чтобы вы задавали мне вопросы, я буду на них отвечать. И первый вопрос. Ты покрасила волосы в черный цвет? Да, это так, я покрасила волосы в черный цвет, потому что мне надоели светлые прядки и постоянно у меня были разноцветные волосы. Меня это бесило, потому что на фотках они всегда выглядели, ну, какими-то очень непонятными для меня. Мне хотелось какой-то конкретики, поэтому я бомбанула и решила в самый черный покрасить. Следующий вопрос. Что для тебя серьезные отношения? Ну, знаете, раньше я думала, что серьезные отношения это доверие, понимание, там и все дела. Но сейчас я понимаю, что серьезные отношения это тот период, когда вы живете вместе и когда у вас начинается бытовуха. И если вы уживаетесь вместе в этой бытовухе, то тогда все круто и у вас серьезные отношения. Почему-то мне так кажется. Потому что когда люди живут вместе и все вот эти домашние терки и дела, и 24 на 7 вместе, люди могут уставать друг от друга, сильно ругаться. Но если вы сильно не ругаетесь и сильно не устаете друг от друга, значит все круто. Я бы сказала, что это очень важный момент отношений. Мне кажется, это когда ты очень много всего пережил со своей второй половинкой, и вы все равно остались вместе. И поддерживаете друг друга, конечно же, и то же самое доверие. Следующий вопрос. Сколько мы со Славой вместе? Мы уже вместе год и три месяца. Время летит невероятно быстро. Следующий вопрос. Как, на твой взгляд, повела себя Марисен? И вообще, как ты к ней относишься? Если вы по поводу интервью Марисен, я могу сказать, что есть вещи, с которыми я не согласна абсолютно. Есть вещи, с которыми я, наверное, согласна. И я считаю, что это ее дело, ее право, ее выбор, ее точка зрения. Следующий вопрос. Юль, а где ты чаще покупаешь гаджеты себе или семье? Ну, знаете, есть очень много разных мест, на самом деле, но лично мой фаворит, где мне больше всего нравится заказывать какие-то крутые подарки, это Яндекс.Маркет. По крайней мере, это уже мной проверенный магазин, и мне намного спокойнее совершать там какие-то покупки, и я не беспокоюсь, там дойдет, не дойдет, привезут, не привезут, все ли будет нормально. Поэтому лично мой фаворит это Яндекс.Маркет. Также мне безумно нравятся там цены, потому что я захожу в любой другой магазин не онлайн, и там цены бывают намного больше, с наценками. И на самом деле, чем мне еще понравился Яндекс.Маркет, потому что я сломала себе всю голову, что подарить Славе, и я просто выбрала категорию, и Яндекс сделал сам все за меня. То есть я сразу же определилась с тем, что я буду брать и дарить, и за это просто огромный плюс, потому что я дня три, наверное, думала, что подарить, что подарить, а потом просто элементарно, быстро оформила все, и осталась довольна. Также можно выбрать такой критерий, где вы сможете посмотреть отзывы покупателей, так что кто не знает, что где искать, дарить, покупать, всем рекомендую Яндекс.Маркет. Следующий вопрос. Удобно ли с такими длинными нарощенными волосами? Как ты за ними ухаживаешь? Да, волосы у меня действительно очень длинные, я могу сказать, что с ними тяжело, я не могу сказать, что это очень легко, и типа круто, как всегда, как обычный день. Чем волосы короче, тем с ними легче, и это зависит от всего. И помыть голову легче, и посушить голову легче. Но я люблю длинные волосы, потому что намного больше можно сделать крутых причесок, и даже вот сейчас с распущенными волосами мне нравится. Я всегда хожу с распущенными волосами, но когда у меня они не нарощены, я делаю постоянно прикорневое гофре, еще что-то, и меня это бесит, потому что это очень сильно вредит моим волосам. Но когда у меня нарощены волосы, их как бы становится больше, и я не нуждаюсь в принципе в прикорневом гофре, так что есть и свои плюсы, и минусы от наращивания. Бывают неудобные моменты, потому что, во-первых, чувствуются капсулы, хотя они у меня очень маленькие. Я сделала микронаращивание, мне это больше нравится, чем обычное наращивание. Не знаю, я полгода наращивала волосы, потом я перестала их наращивать, где-то три месяца ходила со своими, и мне было очень классно. А сейчас что-то меня переклинило, и я подумала нарастить, потому что уезжаем в Грузию, и после того, как вернемся с Грузии, мы как раз будем снимать клип, и я подумала, о, то самое как раз для клипа, для таких классных фотосессий тоже очень здорово, когда длинные волосы, опять же таки, можно много сделать крутых причесок и поиграть с волосями, это мое любимое. Так, следующий вопрос. Планируешь ли ты еще выпускать клипы? Конечно, конечно, я планирую, многие из вас не знают, но я серьезно решила заняться музыкальной карьерой, скажем так. Сейчас, когда мы вернемся с Грузией, мы со Славой будем снимать клип на нашу совместную песню, вы ее даже могли услышать в моем влоге с Амстердама первым, там, правда, не слышно мою партию, там слышно партию Славы и совместный припев у нас с ним. Не переживайте, я хочу вас успокоить, потому что песня выйдет раньше, чем клип, то есть не придется ждать еще месяц или типа того, как мы вернемся с Грузией, мы сразу же займемся тем, чтобы ее выпускать. Она у нас уже есть, она готова, у нас даже обложка уже есть, но надо съездить еще на студию и перезаписать некоторые моменты, потому что хочется, чтобы все было идеально. Следующий вопрос. Отказывалась ты когда-то сфотографироваться? Да, я не без греха, я действительно отказывала фотографии со зрителями, я могу это объяснить, вот честно. Один раз была такая ситуация, я пришла домой и увидела, что около моей двери в дом, в квартиру, стоит три или четыре девочки, это было давно достаточно, я уже точно не помню. Вот, я, конечно же, не поняла прикола, вот, мне это не понравилось сразу, потому что это мое личное пространство и приходить ко мне домой уж, ну, ну, как-то не очень мне показалось. Вот, и девочки попросили со мной сфоткаться, я им сказала нет, то есть я им даже не сказала, типа, извините, ну, это не очень красиво, ну, давайте там потом как-нибудь. Я им сказала нет, прям, ну, достаточно в жесткой форме, но не так, типа, нет, валите отсюда, нет, конечно, не так. Я просто хотела им дать понять, что это ненормально, и я не хочу, чтобы люди думали, что ко мне можно просто прийти домой и сфоткаться со мной. Ну, как бы, в общем, я правильно сделала, что сказала нет, потому что если бы я сказала, да, конечно, давайте, давайте еще чайку попьем, задем, это просто было бы не очень, и тогда любой человек мог бы так же прийти ко мне, звонить ко мне в домофон постоянно, открываем, изучаем, это не очень. Извините, но я думаю, что вы поймете, почему я так сделала. Вот, ну, и пару раз, наверное, я отказывала, когда я болела и плохо выглядела, я помню, выходила то ли мусор выкинуть, то ли в машину зачем-то заходила, я была просто ужасная. То есть, прям, ну, реально, я не хотела фотографироваться, и мне очень неприятно было отказывать в таких случаях, потому что это уже другой момент, это уже я как бы, ну, виновата, что отказала, и мне жалко было отказывать, конечно, но бывают такие ситуации, когда просто не можешь согласиться. Так, следующий вопрос, куда планируешь поехать летом? На лето у меня грандиозные планы, я поеду со своей семьей, с подругой Камилой в Испанию, на Майорку на две недели, я думаю, это будет круто, очень круто. А потом, когда я вернусь, где-то через неделю мы со Славой поедем в Италию, так что лето должно быть очень классное. И я еще пока не знаю, может быть, еще куда-то поеду, но мы вот только пока два места запланировали, может быть, даже в Грузию еще приеду. А где кто его знает? Хочешь ли ты еще каких-нибудь домашних животных? Да, я очень-очень сильно хочу собаку, и меня это пугает, потому что, как вам сказать, я поняла тут в какой-то момент, что я готова к детям, потому что слишком много во мне любви, мне хочется кому-то ее отдавать. У меня есть хомяк, он вон там стоит, классный парень, черт, ну я даже его уже замучила, и я понимаю, что мне нужна собака, мне нужен кто-то еще, чтобы кому-то еще дарить свою любовь, ласку и приставать и тискать. Вот, а дети, дети, это еще пока слишком рано, я хочу поездить по миру, посмотреть, пожить для себя, поэтому я морально готова к ним, но пока не хочу сама. Ну и свадьбы у меня еще не было. Следующий вопрос, почему у тебя так мало песен? Потому что еще не записали. Я, конечно, хочу как Бузева, вот стрельнуть, да, сразу альбомчик, но это сложно, это сложно, это, во-первых, немало денег стоит, и если снимать клипы, так это вообще дофигища денег. Ну и на этом все, ребят, я надеюсь, что вам понравилось мое такое видео, если так, то ставьте пальц вверх, пишите в комментарии, задавайте вопросы, можете прямо в комментариях задавать вопросы к следующему видео, это, кстати, намного удобней, никогда об этом не думала. Через два дня выйдет второй влог с Амстердама, я решила разбавить влоги таким ответом на вопросы, надеюсь, что вас это не расстроило, потому что некоторые, наверное, ждали сразу продолжения Амстердама. Ну, сорян, будет!